всем здравствуйте мои дорогие друзья сегодня будет шок контент хочу повеселить и вас и себя тоже это будет эксперимент над собой над внешностью а поспособствовало этому кто у меня самый модник друг конечно же андрей захаров когда-то у него дома это было еще по моему летом я пришел или может быть по весне извиняюсь если шумно стиралка работает по весне я к нему пришел и я где был то вроде никуда не уезжал такой загоревший он говорит это автозагар и настолько было натурально потому что все эти автозагары кстати я вам сейчас сразу покажу если покажу потому что я раньше по молодости кстати я по молодости увлекался этими селькими соляриями в москве была очень популярная сеть солярий сан-сити и песни посвящали все туда звезды артисты ходили нереально было раскрученное место я увлекался потому что я вообще такой бледненький поганенький но не поганенький но блед бледноватый всегда был и мне часто говорят что ты какой-то бледненький да вы знаете я никогда и не был то сильно ярко выраженным каким-то розовеньким или краснощеким или еще каким-нибудь вот да и бровей практически нету эксперименты с кстати с этими прекратил я все это мицеллярная вода еще что-то вот только иногда мне кстати очень нравится это тоник корейский так приятно пахнет вообще корейская косметика я думаю не мне вам рассказывать что очень крутая вещь вот и но все равно эти прыщики не проходят потом я с этим делом бросил все-таки говорят соляри это вредно давно уже никуда не хожу но иногда хочется и был у меня один автозагар отвратительнейший который намажешь и вот это вот постоянно вот такое все какое-то здесь оно какими-то неровностями что ли в общем отвратительно а у захар его я угрыла чем там да вот вот такая вот штучка такая маленькая штучка подождите я вынужден надеть очки потому что боюсь промахнуться с такой красотой неземной фирма называется кларинс кларинс или кларинс что-то когда такое слышал фирма он купил это покупал в аэропорту в дьюти-фри а я увидел случайно торговом центре знаете как а такие вот на развалы даже не парфюмерном магазине а вот он лежала что-то тысячу чем-то стоит что 1600 или 1800 что такое тут главное не переборщить знаете тоже опасный момент возьму я наверное вот такой крем вы прежде чем это все возьму потому что сейчас все понимали уже 12 часов ночи это нужно делать на ночь чтобы она проявилась его нужно прям каплю нужно взять обычный крем вот у меня есть воде какой-то лосьон выдавить каплю этого и все это растереть как вы понимаете что мне нужно мазать не только вот эту часть да там или какую-то вот эту а всю голову потому что это будет у меня здесь загара здесь и типа не загар так не пойдет поэтому дорогие друзья на ваших глазах легким движением руки моя машинка которую я пользуюсь он тем показывал как мы тут бреемся все очень крутая вещь пользуюсь меня куча машинок раз показывал это вот здесь подбревать это вот тут подбревать в общем меня на все случаи жизни со всех сторон сейчас я вам поставлю как все на убыстренный потому что этот увлекательный аттракцион у меня уже есть на канале как я бреюсь вот и покажу покажу потом лицо немножко обработаем помоем и вперед честно не знаю получится не получится без понятия но хочется поэкспериментировать и наверняка это должно быть весело просто я выбрал такой день специально что мне никуда идти не надо суще чего с таким лицом потому что смыть его сразу не получится а несколько дней придется походить поехали ну что дорогие друзья вот так вот быстренько на перемоточке мы с вами все сделали посмотрите какой у меня вот желтый синяк представляете от удара в общем как коленка ну или как у кота понимаете что еще усложняет все этот процесс то что у меня щетина я никогда не бреюсь до конца или как скажет мой дедушка не броюсь он говорил так сюда пойду хоть поброюсь вот побрил все что можно поэтому нужно не переборщить чисто придать вот какой-то свежесть морозного утра понимаете а там как получится никто не знает как получится на самом деле ой ну что готовы мне кажется немножко стриптиза не помешает вам в ленту но я спрячусь мне не будет видно так я прямо реально боюсь мне говорили две капли раз куда я каплю то все время думаю что вдруг не хватит вот так выдавливаем краем заварной и вот так вот сюда раз два вот видите как там бьюти блогеры все мы это вот так вот размешаем размешаем и нанесем на все тело ой не знаю ой не знаю что получится шо я наделала крема переборщил крема как вас мыть то теперь ё-моё ну вот я же говорил началось что-то мне кажется среди этого крема автозагара будет не дедать декольте надо грудь там это нет шо такое оно не смывается короче мне кажется оно не получится нифига конечно переборщил с этим кремом идиотским жарко стало откройте мне двери ну посмотрим до утра главное дожить пишите кто пробовал такое получалось у вас равномерно естественно без развода мне кажется ничего не будет запомните меня вот таким сейчас мы завтра с утра встречаемся на этом же самом месте вот так девочки делают нет а я делаю так какая звонкая голова какие то волосики появились откуда то все дорогие друзья доброй ночи до завтра все увидите сами пока-пока доброе утро друзья ну что я проснулся первым делом вспомнил что я что-то там намазал себе на лицо я еще не ходил еще ничего не видел еще ничего не видел а уже цены такие ломишь я даже боюсь смотреть на себя подождите нужно включить все световые эти не сработало что ли я что-то не понял очень извиняюсь за свой внешний вид а где супер эффект то ну что я могу сказать пишите в комментариях есть эффект ничего не понимаю я думал я проснусь сейчас это с эффектом непонятно ой непонятно переборщил с кремом да да надо пойти знаете что на дневной свет посмотреть сегодня правда солнца нету ой и пробок нету а что случилось да нет никакого эффекта да ну как был бледный бед бледная поганка так и остался да думаю видео хорошее будет а его нету ну знаете что я сейчас умоюсь и повторю как вы думаете я думаю что нужно обязательно повторить поэтому я еще к вам вернусь доброе утро мои родные так ну конечно же я уже позавтракал даже умылся и но душа не спокойно понимаете хочется эффекта я думаю что нужно взять другой крем кстати если вы думаете что я так говорю крем то я так не говорю я вообще не понимаю когда так могут произносить это я прикалываюсь крем бухгалтерия а моя любимая Наталья Фалькона Кантемир называет вообще не понимаю как можно бухгалтерию называть бухгалтерией это просто жесть про Кантемира к сожалению ребят никакой информации сейчас кто-нибудь спросит конечно сразу отвечаю просто никакой информации нет вообще знаем что он в Москве обратно вернул для его помотали его по всем этим СИЗО каким-то Владимирской Нижегородской там Тверская область в общем ждем какой-то информации поэтому я вам ничего особо не рассказываю потому что реально нечего вы видите его в соцсетях тоже от него никакой информации ну естественно это не он ведет это его в соцсети в общем как-то так еще хотел ответить на вопрос когда помните про Захарова про эти котлетки что я там лазаю сам что-то еще я рассказывал что у нас такие отношения с друзьями и кто-то написал написал про Кантемира говорю конечно Кантемира ты тоже из разряда тех друзей которым можно прийти и тупо залезть в холодильник а если вы приходите и вы не знаете Кантемира вот как я рассказываю как у него было дома то есть первый раз приходите Кантемира в дом первое что он говорит ну поздоровается там познакомиться или что-то еще он говорит у нас самообслуживание вот холодильник вот плита вот здесь чай это все сам то есть у Кантемира только так то есть там нету прислуги которые ну кто-то может конечно помочь но вообще вот он всегда первая его фраза была такая у нас самообслуживание поэтому можно лазить и по котлеткам и сахар брать в неограниченном количестве возьмем другой крем опять же крем из бухгалтерии я понял я переборщил с кремом понимаете сколько его надо я не знаю ну чуть-чуть вот так возьму опять две капли раз два сразу два две капнули вот так вот просмешаю знаете сильно не буду потому что боюсь вот на бороду на бороде всегда оно странно проявляется а вот ушки можно шею здесь можно не знаю через сколько оно должно проявиться видите нормальный крем когда много не берешь доброе утро это мои родные люди сегодня пятница у нас последняя пятница в этом году стучит хорошо значит должно получиться в общем хочется к новому году загореть могу сказать доброе утро все ждем эффекта так дорогие друзья что им хочу сказать сегодня уже суббота с четверга я пытаюсь сделать преображение что я могу сказать покрасились только мои усики видите такие рыжие особенно вот здесь и по-моему чуть-чуть вот эти брови вчера если вы помните днем я на день намазал никакого результата на ночь я долбанул 4 капли я позвонил Захарову кстати он меня тут же поправил что это не кларинс а кларанс ну вы понимаете откуда мне знать ваши кларинцы и кларанцы вот и он мне тоже самое все подтвердил он говорит но оно не должно быть такое она просто меняет тон ну вот по-моему все таки вот на третий раз чуть-чуть тон изменился чуть-чуть чуть-чуть мы в принципе больше не надо но все равно какой-то странный эффект преображение а пойдемте знаете куда к окну подойдем да нет сама белая поганка чуть-чуть чуть-чуть может быть чуть-чуть вы вообще видели что творится в Москве сейчас покажу просто замело ну на удивление мало машин видимо все испугались сидят дома а мы сейчас планируем за с панфиловыми там на один бранч они ходят там такие вечеринки но я подсниму покажу там правда сплошная музыка будет ну чуть-чуть покажу они там раз в два месяца ходят на такие бранчи тематические то там дискотек 80-х то рок-н-ролл то вот сегодня леди гага тематика такой предновогодний корпоративчик типа и я-то хочу поехать без машины на такси ну чтобы вы понимали такси стоит две с половиной тысячи от меня яндекс просто сошел с ума это при том что я заезжал доезжал максимум за 800-900 рублей в обычный день ой все хотят наживиться на бедных людях в предновогодние дни свет мне зеркальца скажи я на свете всех милее всех румяне и белее ты прекрасен спору нет но захаров все же милее и румяне и белее ладно все ребят я с вами прощаюсь пока-пока люблю целую обнял приподнял все вот смотрю опять на себя и сюда и туда а сегодня воскресенье с четвергая начал записывать да чтобы вы понимали я вчера опять на ночь намазался у меня даже покрасились руки чуть-чуть видите и чуть-чуть опять изменилось там уже было не четыре а шесть капель но он действительно просто изменяет тон и в принципе наверное прикольно что скажете пишите вот так вот такое преображение все пока пока что мы у нас говорят все и